Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы поговорим о такой интересной штуке – рождение сюжета, таинство, становящееся реальностью. Как рождаются сюжеты, идеи произведений у писателей, у авторов. Вообще, многие люди, неравнодушные к искусству, очень интересуются этой темой. Это естественно. Особенно, когда люди не являются сами авторами произведений, искусства. Литература – это произведение искусства тоже, своего рода только литературного искусства. И людей интересует, как же у автора появляются идеи произведений, как эти идеи воплощаются в сюжеты. Это действительно очень интересный процесс. Обычно, когда писателям на каких-то встречах задают этот вопрос, очень многие начинают рассказывать об этом. Но, вот сколько я не наблюдал, рассказы эти сводятся к изложению некого личного опыта написания произведений. Вообще, вопрос личного опыта каждого писателя создания произведения – это очень интересная тема. Она очень поучительная, особенно для начинающих авторов, не только просто для читателей, которые ради такого общего интереса задают такие вопросы. А юным авторам, начинающим авторам этот опыт, конечно, очень интересен. Именно написание произведений. Но, вот часто писатели, когда начинают рассказывать, как они создают произведения, они начинают рассказывать всё-таки о технологической стороне. Чисто. Каждый рассказывает свой опыт. Это понятно. Человек всегда может рассказать только свой личный опыт, именно глубоко его раскрыть. А вот всё-таки в этих ответах писатели часто, ну, как бы не касаются вот самого этого процесса, которое вот мы назовём таинством, рождение идеи, а потом перерастание её в сюжет. Как правило, в ответах писатели это упускают, такие моменты. Конечно же, вопрос этого действительно очень сложный, очень сложно на него ответить. Так, чтобы было понятно, всё рассмотрено, всё исчерпано. Разобрать до винтика, как говорится, сам творческий процесс – это задача очень непростая. Ну, вот мы как раз попытаемся сегодня немножко об этом поговорить. Как рождается идея, как идея становится сюжетом. Есть ли здесь вообще какое-то таинство, какая-то тайна? Я бы сказал, что, вы знаете, так парадоксально немножко отвечу, может быть, некоторые удивятся. На мой взгляд, тайна и есть, и её нет. Тайна здесь, таинство существует в основном для всё-таки сторонних наблюдателей, читателей, то есть, непрофессионалов, интересующихся этим вопросом. Также можно сказать, что, глядя на работу любого мастера, не обязательно писателя. Любого человека, который хорошо умеет делать свою работу виртуозно. Конечно, со стороны кажется иной раз, что здесь есть какая-то магия, какое-то волшебство. Потому что мы прекрасно понимаем, что, допустим, смотрим мы на работу художника. Почти любой из нас с вами может при желании научиться писать маломальские какие-то работы интересные, изобразительные. Но великим мастером не станет. Мы можем научиться играть. Практически любой человек может научиться играть на музыкальном инструменте каком-то или нескольких. Но он не станет великим композитором или великим музыкантом. Также и с литературой. Самое главное таинство тут заключается в наличии или отсутствии определенных талантов. И вообще сразу скажу вам, как начинающим авторам, что очень важно понять, насколько глубокий, насколько хороший у вас этот талант от природы. Может быть, стоит не литературой заняться, а может быть, действительно в живописи больше у вас каких-то талантов или в музыкальной сфере. То есть талант – это очень важная составляющая. И до конца его, несмотря на то, что сейчас искусственный интеллект моделирует творческие процессы уже, и в принципе даже были случаи, когда затруднялись люди ответить на вопрос, кто написал данный текст – компьютер или человек. Но тем не менее, вот это таинство таланта, оно все-таки остается и сохраняется. Но! То есть его надо иметь талант. Но при этом все-таки к любому таланту требуется еще что? Наверняка догадались уже. Большой труд. Потому что без этого никакие рожденные, возникшие в голове идеи, не воплотятся в интересные сюжеты, а эти сюжеты не будут до конца выстроены. Это действительно большой и огромный труд при всех нюансах, связанных с наличием таланта. Как же рождается сюжет? Конечно, изначально все-таки попытаемся рассмотреть эту технологию, несмотря на то, что талант – это нечто свыше. Рождается идея. Это уже завязка сюжета. Все писатели, которые, ну, так или иначе, состоялись, то есть выдали какие-то интересные произведения, создали интересные, написали интересные книги, они всегда изначально генерируют какую-то идею. У многих писателей это происходит похоже, но часто происходит и по-разному, потому что талант у всех разный. Но можно выделить при этом основные типы рождения идей и перерастания идей в сюжеты. Я бы сказал, что таких основных типов вообще на самом деле два. Первый тип авторов, они генерируют идею и потом, соответственно, сюжет, как бы вроде бы неожиданно, спонтанно. Возникает это из подсознания авторского. Человек живет, ходит, о чем-то думает, и вдруг у него раз родилась идея. Это так кажется. На самом деле, как мы уже говорили в прошлых наших беседах, за таким спонтанным, неожиданным рождением идеи и потом созданием сюжета стоит все-таки большая работа подсознания. Зачастую эта работа невидима самому автору. И поэтому часто про таких писателей говорят, что он как бы генерирует идеи и сюжеты из ничего. На самом деле это, конечно же, не из ничего. За этим стоит огромная подсознательная работа, порой неосознаваемая, подчеркиваю, самим автором. И, конечно же, большой, высокий уровень собственного авторского интеллекта, эрудиции, знаний. То есть такой тип авторов много знает. Это один вариант. Первый. Очень часто встречающийся. Многие авторы идут немножко другим путём. У них больше, наверное, работает какое-то логическое мышление. Они много размышляют, думают, берут какую-то тему, начинают её обдумывать, развитие этой темы. И у них в плане, когда они ведут размышления на какую-то тему, ну, допустим, о том, что произойдёт, если на Земле случится вот что-то, к примеру. Или как какие-то люди будут действовать в определённых обстоятельствах. Идеи, казалось бы, тут ещё нет. Тут только общий план. Фактически такой автор создаёт как бы питательный бульон для того, чтобы идея появилась. Но создаёт этот питательный бульон абсолютно сознательно. Не подсознание, не фон. Его мысли какой-то внутренней генерируют эту идею. А автор идёт к этому целенаправленно. Он делает какие-то пометки, делает записи, составляет порой какие-то там, допустим, планы возможных развитий события. И возникают какие-то намётки идеи. Для того, чтобы эту идею развить, автору часто при такой сознательной работе приходится смотреть какую-то специальную литературу, какие-то справочники, связанные с той областью, в которой он пытается заниматься созданием идей и, значит, сюжета произведения. Когда-то, значит, был очень популярен и в Америке, в Соединённых Штатах, и у нас этого автора много переводили, такой Артур Хейли. Он писал так называемые производственные романы. Это вот яркий пример, когда автор погружается в какую-то тематику и на основании вот этого своего погружения, врастания, знакомства с темой, уже как результат, понимаете, как результат знакомства с темой создаёт идею произведения и на этой идее выстраивает сюжет. Вот у Артура Хейли, например, были романы с говорящими за себя во многом названиями. Например, отель, аэропорт, окончательный диагноз, колёса. Ну, колёса в смысле от автомобиля, конечно. Значит, и как мы уже можем догадаться, вот роман «Отель». Всё действие происходит в отеле. Автор досконально показывает жизнь большого крупного отеля, гостиницы. Значит, если более по-русски говорить. И на фоне вот этой жизни отеля у него возникают человеческие взаимодействия, появляются какие-то характеры, он их прописывает, и возникает сюжетная интрига. Точно так же и вот мне очень нравится, у него очень напряжённая такая книга с хорошо закрученным сюжетом «Аэропорт». Потому что там показана жизнь крупного авиационного такого вот узла. Там и драматические моменты есть, там со сложной посадкой самолёта, переживания людей, взаимоотношения героев. И, естественно, вот при таком сознательном подходе автор изучает предмет, который станет фоном, на котором будет выстраиваться его сюжет. Это второй вот такой вот большой тип работы. Конечно, очень часто эти два типа создания идей и сюжетов, они перекликаются. Автор может многое обдумать подсознательно, а потом ему всё равно придётся прийти к изучению конкретного материала, какой-то справочной литературы, потому что какой бы ни был эрудированный человек, писатель, он всё равно не может знать всего. Самое главное для писателя, вы знаете, вот кто-то из великих сказал, что самый знающий человек – это тот, который понимает, чего он не знает. Это очень важно, особенно для писателя. Это для любого человека важно понимать, что ты не являешься специалистом в какой-то сфере, и значит тебе нужно, если есть необходимость, глубже эту область деятельности узнать, проконсультироваться с кем-то, кто является специалистом. Для писателя это тоже очень важно, потому что часто мы сталкиваемся с ситуациями, и они вызывают, конечно, ну неимоверное сожаление, когда ты читаешь какое-то художественное произведение, автор касается каких-то специальных вопросов, и ты видишь, что автор, извините за выражение, ни черта не понимает в этих вопросах как раз. Это, ну, кроме как, сожалению, вызвать, конечно, не может, и читать такие произведения неинтересно. Ну, безусловно, для этого читатель должен понимать, что автор где-то напортачил, написал о том, чего он не знает. Это всегда провал для автора, когда так. А идея, вот родить идею изначальную, абсолютно необходима для того, чтобы создать хороший сюжет, потому что идея в художественном произведении – это всё-таки то внутреннее содержание всего художественного образа сюжета в целом, так и образов отдельных художественных сюжетных элементов, образов героев, и это очень важно для того, чтобы произведение было цельным, чтобы оно было не просто фрагментами каких-то картинок, может быть, иной раз очень яркими, но оно должно создавать целостность, смысл, и этот смысл произведения закладывает именно начальная идея. То есть, очень важно. Значит, художественная идея – это элемент такой вот мысли творческой автора, писателя, выраженная в художественных образах. Плюс идея всегда и создаеваемый сюжет выражают отношение автора к окружающей действительности, его убеждения, его вкусы, его какие-то социальные, политические симпатии, антипатии, может быть, симпатии к определенному типу характеров, или наоборот, неприятия каких-то человеческих черт, человеческого характера. И когда идея появляется, она является зародышем сюжета. То есть, она формируется в определенный авторский замысел, который этот сюжет выстраивает. В чем заключается воплощение авторского замысла? Конечно, прежде всего, писатель должен иметь определенную цель. Очень часто эта цель тоже возникает подсознательно у писателя. А бывает, что вполне продуманно. То есть, но цель есть и в общем плане. Цель нормального писателя, который стремится создать произведения, которые будут интересны людям, которые, может быть, бог даст, останутся в истории литературы, это отразить действительность через те сюжетные построения и образы героев, которые писатель будет создавать. Вот поймите, это очень важный момент. Целевой. Отражать действительность. Литература, как любое искусство, во многом, несмотря на, может быть, какие-то порой и фантастические формы, я говорю сейчас не обязательно о фантастике, как о жанре, а просто неожиданные формы подачи литературных произведений, но и о художественных, можем сказать тоже, ну, в смысле, об изобразительном искусстве. Картины порой раз смотришь и не сразу понимаешь, что хотел сказать автор, но действительно гениальные авторы, они создают картины не всегда реалистичные, может быть, абстрактные какие-то, но когда есть талант, автор создаёт такое произведение, которое оказывает влияние на людей, которое цепляет зрителя, читателя, и вот это значит, что цель, определённое осмысление автором действительности достигнута. В литературе это несколько даже, может быть, проще и более глубоко влияет на человека, потому что всё-таки художественные и образы в изобразительном искусстве это образы визуальные, а в литературе образ, приходящий через слова, это образ в чистом виде, описательный, ментальный, который доносит позицию писателя до читателя. Это очень важно. К идее всегда примыкает замысел, то есть первичный образ, который рождается у автора относительно его произведения. Он его начинает каким-то образом видеть. Сначала автор при работе создаёт, может быть, наброски. Некоторые садятся и пишут сразу. Ну, почти что чистовик. Править всегда приходится, но некоторые начинают писать практически сразу. Некоторым нужно какие-то сделать наброски, какие-то короткие планы, заметки, из которых потом уже обдумывая выстраивается сюжет. Часто писатели берут, допустим, темы своих произведений из чисто житейского опыта. А как ещё человек может взять наиболее близкое и понятное ему? Конечно, через осмысление того, что он прошёл сам. Но если бы все писатели писали только о том, что они сами пережили, ну, наверное, произведений литературы было бы намного меньше. Часто писатели переосмысливают опыт других людей. В этом действительно заключается очень большой талант. Уметь прочувствовать то, что чувствовал другой человек, при том, что ты сам не был в подобной ситуации. И суметь это изобразить и передать так, что это станет понятно ещё кому-то. Это вот действительно огромный талант автора. Есть такое понятие, как эмпатия, умение сопереживать. Это вообще, конечно, я думаю, что в перспективе, надеюсь, у нас будет школа продолжаться и в следующем сезоне. То мы поговорим, конечно, и об этом. Это очень на самом деле интересная тема. Таким импульсом к созданию текста может быть любой какой-то эпизод. Какая-то частная деталь из жизни кого-то в окружении писателя. Может быть какой-то фрагмент чьей-то биографии. Может быть, писатель случайно подсмотрел кусочек какой-то чужой жизни. Потому что порой известно, когда произведения возникали таким образом, что писатель становился невольным свидетелем какой-то сцены, а потом эту сцену, даже не зная до конца, чем она, допустим, может быть, закончится эта сцена или, может быть, чем она начиналась, он в силу своего воображения, умения поставить себя на место тех людей, которых он наблюдал в этих эпизодах, в этих сценках каких-то жизненных, он выстраивает уже цельный сюжет, достраивает произведение. И если у автора есть должный уровень сопереживания и воображения, то он выстраивает эту историю, свой сюжет таким образом, что читатель начинает это чувствовать, начинает сопереживать героем и, значит, сопереживать мыслям самого автора. Именно так создаются великие произведения. Любое произведение всегда выражает отношение писателя как личности к каким-то событиям, к каким-то моментам в обществе прежде всего, потому что, ну, может быть, вы слышали в школе на уроках такую фразу, что, не знаю, сейчас говорят об этом или нет на обществоведении, что в мое время это часто повторяли, и это действительно правда, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, потому что человек, который себя позиционирует полностью свободным от общества, он становится, ну, буквально, антиобщественным элементом, потому что такой человек, который себя противопоставляет обществу, вряд ли, как правило, нужен обществу. Вот. Значит, вот приблизительно, приблизительно, вот так можно сформулировать какие-то общие принципы рождения сюжетов. Значит, еще повторим. Значит, появляется идея разными путями она возникает у авторов, а потом, исходя из определенных знаний, определенного опыта, умения сопереживать, фантазировать, подчеркиваю, фантазировать не в плане именно фантастики, потому что мы создаем, когда обычное прозаическое произведение, мы, конечно, тоже фантазируем, да и поэтическое, тем более, тут огромная фантазия требуется. Вот. И, как видим, тут таинство и есть, потому что оно всегда заключается в таком очень неуловимом элементе, как талант автора. И таинства вроде бы и нет, потому что мы рассмотрели чисто практические моменты, которые требуются для того, чтобы возникла идея, идея сформировалась в сюжет, и потом сюжет этот предстал перед читателем, в законченном, понятном, и в таком виде, которое читателя трогает и, соответственно, вызывает интерес к произведению. Вот. Ну, опять же, все-таки, тоже, наверное, вы уже поняли, что какой-то общей схемы создания литературного произведения не существует. Рисуют часто такие схемы, но рабочие ли они? Нет. Потому что, может быть, для какого-то автора нарисованная кем-то схема создания произведения и окажется полезной. Но, если у автора все-таки нет должного уровня таланта, для того, чтобы эту схему создания все-таки пропустить через свое собственное сознание и адаптировать эту, подстроить эту схему под свои внутренние какие-то движения души, свои мысли, свой интеллект, в конце концов, если нет этого, то вряд ли получится что-то хорошее. Ну, и, понимаете, ценность произведения, уникальность его, конечно, будет зависеть от уровня таланта автора, в первую очередь, а также от авторской трудоспособности и от умения понимать, углубляться в переживания других людей, ставить себя на место других людей при должном уровне общей образованности знания. И, конечно, нужно всегда усваивать опыт других творцов, то есть других писателей, других авторов, учиться у них, но искать обязательно свое, потому что нужно понимать, что каждый автор, безусловно, уникален, так же, как уникальна любая личность. Вопрос в степени этой уникальности. Вот, значит, если говорить чисто о технологической стороне создания сюжетов, то автору приходится решать в меру своего таланта конечно чисто практические задачи. Прежде всего, когда у вас появилась идея, когда у вас появились определенные наметки, фабулы, то есть основных пунктов схемы сюжета. Фабула это скелет сюжета, набор конкретных моментов, фактов, которые выстраивают хронологию сюжета, скажем так. Вот это, допустим, у вас уже есть, но для того, чтобы это стало воплощаться в реальное произведение, то есть, чтобы этот скелет обрастал таким литературным мясом, скажем так, требуется выбрать прежде всего форму произведения, манеру изложения. И здесь два момента, как правило, бывает. Значит, либо это абсолютно личностная какая-то манера, то есть, повествование от первого лица. Запомните, все мы уже сейчас даже сразу себе представили, очень много произведений, где повествование идет от первого лица. Утром я проснулся и обнаружил что. То есть, понимаете, уже я. То есть, персона автора вставлена в сознание главного героя, получается. Или наоборот, персона главного героя вошла в сознание автора и вводит его, так сказать, образно говоря, пером по бумаге. Или может быть повествование от третьего лица. Это немножечко абстрагированность присутствует такая от описываемой реальности, от создаваемой реальности. Автор смотрит как бы со стороны на то, что происходит. Одна манера не лучше и не хуже другой. Все зависит от сюжетной идеи и от того, во многом, как автор собирается строить сюжет. Часто это начинают авторы осознавать буквально на самых первых этапах. Иногда не могут они себе этого объяснить. Вот сознательно. Может быть это и не надо автору самому. Вот он решил, ему хочется именно это произведение написать от первого лица. А может быть от третьего лица, может быть более абстрагировано. Вот например один из моих любимых авторов современности, в области фантастики, моего любимого жанра Сергея Лукьяненко, у него очень часто фигурирует именно повествование от первого лица. Это такая манера авторская, это стремление автора, как бы наверное я вот так бы сформулировал, что это желание автора все-таки очень явно пропускать сюжет переживания героев через самого себя. Вот. Затем при конструировании произведения, конструировании сюжета, автор должен решить вопрос о времени и месте того, что он описывает. Это может быть реальное место, это может быть вымышленное место, в любом случае это должно отвечать тем задачам сюжетной идеи, которую автор ставит перед собой, цели создания произведения. Значит, это может быть повествование о прошедших каких-то временах, это может быть о нынешнем дне, абсолютно как бы созвучной современности, это может быть описание какого-то будущего, но это уже такие фантастические произведения. Вот. Затем автор выбирает формы. В любом произведении есть всегда какое-то в хорошем произведении, есть так или иначе прямой или не очень видимый, но конфликт каких-то интересов героев, конфликт процессов, происходящих в описываемом обществе. И поэтому, соответственно, может быть рассказ либо отстраненный, когда автор немножко со стороны все это наблюдает, может быть более погруженный, когда автор через своих героев или сам каким-то образом дает определенное осмысливание ситуации, событий, действий, ну, скажем так, философское осмысливание, если уж совсем так сказать, может быть общее. Часто при такой манере, когда вот именно осмысление есть, как раз и выбирается форма повествования от первого лица, устами самого героя, скажем так, ну, или разных героев, потому что, наверное, вы читали такие произведения, где какая-то часть там, допустим, от героя такого-то идет повествование потом от другого героя или героини и так далее. Это тоже такая интересная манера, она позволяет автору показывать события как бы с разных точек зрения глазами разных героев. Это очень такой продуктивный художественный прием, скажем так. Может быть, изложение построено на ироничных тонах, то есть, автор где-то с какой-то насмешкой, злой или доброй рассказывает об этих событиях, представляет своих героев. Ну, вот, ироничное изложение, это в чистом виде знаменитые романы Ильфа и Петрова «12 стульев», «Золотой теленок», кто не читал, очень советую почитать. И посмеетесь, и узнаете много интересного о жизни в нашей стране примерно столетней уже давности сейчас. Вот. Или, может быть, повествование, ну, это больше для каких-то таких, может быть, произведений патетического плана, такое, знаете, возвышенное, пафосное изложение. Сейчас, наверное, так пишут реже, но можно себе представить какие-то сюжеты, где, ну, если не полностью, то частично элементы пафосности работают на показ, на реализацию авторских замыслов. Почему нет? Тоже возможно. Затем, при формировании произведения, при создании сюжета. Огромную роль играет композиция. Это тоже, я думаю, что у нас может быть темой отдельного разговора, потому что это очень интересный момент в технологии создания произведения. Мне всегда вот это было интересно самому, когда я начинал сам еще писать, именно как можно выстраивать произведение. Может быть, линейное повествование такое, ну, скажем так, фабульное, когда мы идем последовательно от событий, они в хронологии развиваются, то есть, то, что происходило позже, оно происходит позже, то, что происходило потом, происходит потом, и так далее. Вот. То есть, такой вот линейный ход развития сюжета. Таких произведений очень много, вы, наверное, кто достаточно много читает, если вы еще и хорошие читатели, а это необходимые условия для того, чтобы быть хорошим писателем, нужно быть хорошим читателем, если вы хорошие читатели, вы сейчас сходу вспомните немало произведений с такой линейной сюжетной композицией. Композиция может быть, например, закольцована, когда, знаете, какое-то берется событие, оно описывается, а потом рассказывается о том, что привело к этому событию. Это как бы такое возвращение повествования в прошлое, которое приводит к финалу, который был как бы началом произведения. Ну, вообще, о композиции, я повторяю, говорить можно очень много. Это очень важный момент, то есть, это технология того, как вы рассказываете сюжет в плане временных каких-то рамок. Вот. Ну, и, конечно же, нельзя не сказать, что очень важный момент для автора, который следует выбрать, это жанр произведения. Хочет ли автор написать в реалистичной прозе, может быть, какой-то нереалистичной прозе, а может быть, это будет фантастика. Стиль произведения, как автор рассказывает свой рассказ, как он выстраивает. стилистика это тоже, в общем-то, огромная отдельная тема. Затем существуют художественные формы. Это уже технология такая тонкая, как бы, обработки, чистовая обработка текстового материала, художественные средства, это фигуры речи определенные, есть такое понятие тропы. Это все, наверное, кто уже дошел до определенного уровня в изучении русского языка, сейчас вспомнят метафоры, аллегории, много всяких таких сравнений, что там еще у нас, ирония, парадокс, гипербола. Это тоже вообще может быть темой у нас отдельной беседы. Это очень интересная тема, но это проходит, между прочим, немножко и на уроках русского языка в школе. Поскольку даже у самых талантливых авторов всегда есть определенные, бывают периоды застоя в создании идей новых произведений, то поэтому, конечно, кропотливая работа может быть определенной компенсацией за такие периоды застоя. Я уже не раз говорил, что без серьезной кропотливой работы не будет даже при наличии интересной идеи. Идея это очень мало. Это, с одной стороны, очень много, но, с другой стороны, это совсем недостаточно для того, чтобы создать хорошее качественное произведение. Эту идею нужно воплотить в сюжетные задумки, а сюжетные задумки нужно реализовать в сам сюжет, который выполнен с учетом всех технологических методов, о которых мы только что говорили. Таким образом, говоря о таинстве создания сюжета мы можем выделить такие моменты. Во-первых, что необходимо для создания сюжета? Конечно, необходим талант. Без него никуда. Помимо таланта должны еще авторский интеллект, начитанность, объем знаний в самых разных областях, которые автор должен безусловно этими знаниями владеть, понимать, что если он чего-то не знает, ему необходимо обратиться к справочникам, к специалистам. То есть, они идут рука в руку, талант и интеллект. Бывает, у автора есть талант создания идей, я сталкивался с такими начинающими авторами, а уровня знаний не хватает. И поэтому эти идеи, зачастую, из которых можно было бы сделать что-то очень интересное, так и остаются такими, знаете, недоработанными, недоделанными заготовками. Как вот, допустим, ну, докарь работает на станке, он может взять деталь, заготовку какую-то для детали, может сделать из нее прекрасную какую-то форму или нужную деталь, а может просто заготовку запороть, а заготовка-то была одна и та же. Кто-то из нее сделал что-то красивое и блестящее, а кто-то пустил ее в мусор. Вот так бывает, если не хватает, если есть талант, а не хватает знаний, не хватает общей эрудиции. Конечно же, второе, что нужно писателю, подводим итог, огромная трудоспособность, огромная трудоспособность. Вот очень любимый мной Сергей Лукьяненко, например, не раз говорил, что приходится хватать себя за шкирку и запихивать в кресло, к столу, к письменному, сидеть и писать, заставлять. Потому что человек вообще по природе существо достаточно ленивое. Нам гораздо интереснее не работать, а просто там развлекаться, сидеть с друзьями, болтать языками. А писательское дело это огромная работа. Поэтому автор должен уметь работать много, кропотливо, чтобы воплотить те идеи, которые, дай бог, у него рождаются. Ну и конечно же третий компонент таинства рождения сюжета. Таинство, которое зависит от такой штуки, как удача. Потому что бывает так, что родил автор прекрасную идею, кропотливо написал прекрасный сюжет, то есть создал хорошее качественное произведение, а вот немного не повезло и в нужное время это произведение не дошло до читателя. Так каким-то образом не дошло. А у кого-то дошло с похожей идеей, понимаете, о чем я, и все. Получается то произведение, которое читатель воспринял первым, оно, если оно качественное, конечно, с похожей идеей, оно и становится в его глазах как бы приоритетным. А если первое произведение как-то опоздало, о котором я говорю, и вторично появилось со схожей идеей, не вовремя достигло читателя, опоздало, то все, оно в глазах читателя так и останется достаточно вторичным. Вот такое бывает везение. Поэтому тут еще если говорить сегодня об удаче, когда-то во многом это зависело от издателя. Мы говорили об этом в прошлом году еще, как издаваться сегодня можно. Сегодня издание в основном начинающим авторам нужно рассчитывать на издание в электронном виде, на электронных порталах, а там, чтобы себя продвигать своего произведения, нужно поработать самому очень хорошо, еще и, как говорится, в качестве собственного продюсера. Поэтому шуточный такой ходит пример, что успех писателя зависит от 10% таланта, 20% работоспособности и 70% удачи. вот такая вот шутка. Вы знаете, в каждой шутке есть доля правды. Так что, ну, надеюсь, что что-то немножко сегодня о том, как можно генерировать идеи, как эти идеи воплощать в сюжеты, я до вас донес. Или, по крайней мере, кто-то из вас над этим вопросом, послушав меня, задумается более серьезно. и, возможно, это поможет ему в создании новых интересных произведений. Успехов вам, дорогие ребята. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин